В Лабытнангах стартовал уже традиционный проект «Каникулярная школа». Он дает лабытнангским старшеклассникам возможность ближе познакомиться с различными профессиями и возможно определиться с дальнейшим выбором учебного заведения и специальности. О тонкостях той или иной сферы деятельности ребятам рассказывают не школьные учителя, а настоящие профессионалы своего дела, практикующие врачи, юристы, экономисты. Встречи проходят на базе третьей школы. Сегодня там побывал наш корреспондент Максим Швец. Каникулярная школа, которая в этом году проходила под девизом «Путь к успеху», собрала более ста учащихся со всех школ города. Открывали ее праздничным концертом и знакомством с почетными гостями. Среди них специалисты разных сфер деятельности, финансисты и медики, полицейские юристы. В числе приглашенных и первый заместитель директора окружного департамента занятости населения Александр Пеляк. Вот в этом возрасте, это уже крайний возраст, намного раньше, надо профориентацию проводить. И причем проводить в детских садах, в школах, в семье. А уже вот в этом возрасте уже человек делает последние шаги, последние выборы, сверяет свои возможности и потребности с теми приоритетами, которые у него стоят впереди. Организаторы проекта, сотрудники третьей школы уверены, что занятия будут полезны всем школьникам, вне зависимости от их профиля обучения. Других школ больше. Даже если дети не выберут то направление, которое мы пропагандируем, медицина, экономика и право, то те знания, которые они получат практически, они будут нужны любому обывателю в повседневной жизни. Вчера ребятам рассказывали о интересных профессиях. Сегодня, разделившись на три профильные группы, они перешли о теории к практике. В этой аудитории экономисты. Они занимаются формированием местного бюджета. Работа серьезная и требует повышенного внимания. Ведь бюджет города – это документ, от которого напрямую зависит жизнь и благополучие его горожан. Я считаю, что городской бюджет формировать достаточно сложно, потому что это, во-первых, очень ответственная работа, и тут очень много цифр, и достаточно легко допустить ошибку. И очень много времени требуется для того, чтобы сформировать порядочный государственный бюджет. Еще одно направление каникулярной школы – медицина. Эти занятия для ребят проводили врачи Лабутнанской больницы и школьные медработники. Например, Светлана Сучкова учила ребят тому, как не растеряться в экстренной ситуации, суметь оказать первую помощь пострадавшему, измерить давление или даже сделать укол. А вот те, кто собрался в этой аудитории, в большинстве своем, мечтают стать адвокатами или следователями. Лекции для будущих юристов читал криминалист-эксперт Дмитрий Магда. В столетии Макарова он имеет здесь внутри ствола четыре нареза, которые, когда происходит выстрел, пуля вылетает, и в эти нарезы она как вырезается, и остаются трассы, четырех сторон трассы. Как определить возраст человека под печатком пальцев? Или раскрыть преступление по почерку подозреваемых? Реальные люди с реальными примерами из практики готовы поделиться знаниями. Вот секрет успеха и популярности каникулярной школы. Если вчера я услышала то, что я уже знала, то сегодня я услышала очень много нового и интересного для себя, что пригодится мне в будущем, так как я хочу стать следователем. Я услышала теорию о том, о работе судебного эксперта, что мне очень поможет в будущем. И сейчас у нас проходит практика, нам на практике показывают, как это работает. Это очень интересно. В завершении занятий ученикам каникулярной школы предстояло показать, чему они научились. Знания по всем предметам проверяли на веселых эстафетах и викторинах. А вместо итоговых оценок – почетные грамоты победителям, дипломы участникам и сертификаты всем слушателям курса. Максим Швец, Эдуард Захаров, Максим Ячин, программа «Реместная».